Как сделать пробник-индикатор для электрика своими руками? И сегодня мы рассмотрим, как можно собрать своими руками в домашних условиях пробник-индикатор. Для этого потребуется минимум времени и деталей. При этом возможности такого пробника весьма широкие. С его помощью можно легко и быстро проверить состояние электрической проводки, определить ноль и фазу и оценить сопротивление изоляции электроприборов. Кроме того, можно произвести прозвонку электрической цепи и проверить работоспособность таких радиоэлементов, как резисторы, конденсаторы, диоды и транзисторы. Как видно, схема собрана из минимального количества элементов и представляет собой классический усилитель постоянного тока. Резисторы в базах транзисторов Т1 и Т2 ограничивают максимальное значение их базовых токов, а резистор Р4 определяет верхний предел измеряемых сопротивлений. Конденсатор С1 служит для создания отрицательной обратной связи потоком переменных значений. Питается прибор от любого маломощного источника 3 В, Ну, например, от двух пальчиковых батареек или от одной компьютерной батарейки. Такие стоят на материнских платах. При этом пробник не нуждается ни в каких выключателях питания, так как в режиме покоя практически не потребляет ток от элементов питания. При соединении щупов Х1 и Х2 светодиод загорается. Он будет светиться также при измерении сопротивлений от 0 до 0,5 мегома. При этом от величины измеряемого сопротивления будет зависеть яркость его свечения. При измерении постоянного напряжения светодиод будет гореть, если плюс измеряемой цепи будет на щупе Х2. При поиске фазы переменной цепи следует держать щуп 1 в руке, а щупом Х2 касаться токопроводящих проводников. При этом данный пробник не реагирует на так называемое наведенное напряжение и лишь конкретно показывает на фазу, в отличие от обычных простых пробников на неонке. В схеме можно применять любые маломощные транзисторы структуры NPN, такие как КТ315 или КТ3102. Диоды и транзисторы данным пробником проверяют как и тестером, измеряя прямое и обратное сопротивление их PN-переходов. Можно проверить и исправность конденсаторов, начиная примерно от 0,01 мкФ и более. При подключении исправного конденсатора светодиод вспыхивает на некоторое время. Если конденсатор пробит или у него большой ток утечки, то светодиод будет гореть постоянно. При оценке сопротивления изоляции действует так же, как и при измерении и проверке сопротивления резисторов. При хорошем качестве изоляции не должно быть никакого свечения светодиодов. Приведенная схема проста в сборке и настройке, имеет хорошую повторяемость и не один раз была опробована на практике. Элементов питания двухпальчиковых батареек хватает на несколько лет работы в режиме средней интенсивности пользования приборов. Мы сегодня рассмотрели очень хороший проект, как сделать пробник-индикатор для электрика своими руками. Поставьте, пожалуйста, лайк после просмотра. Если вы впервые на нашем канале, так же поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы знакомимся с интересными, полезными и несложными электронными схемами. Продолжение следует...